Всем привет, поговорим о пиве. Сегодня у меня на обзоре бельгийское пиво, тип этого пива Lambic под названием Faro от пивоварни Линдеманс. В прошлом выпуске я пробовал пиво тоже от компании Линдеманс, и оно называлось, по-моему, если не ошибаюсь, Гёзе. Это тоже был Lambic, для меня это было открытие, потому что это как бы первый Lambic, что я пробовал вообще. Но меня очень приятно удивило, мне понравился его вкус. Необычный вкус, я бы сказал. Это вкус такой немножко напоминающий шампанское, пиво и сидра вместе вперемешку. Это все, если смешать, то, наверное, скорее всего, будет такой похожий вкус. Совсем не похоже на пиво. Возможно, есть какие-то нотки, но они очень-очень слабенькие. И сегодня у меня также Lambic, и взял я его специально, потому что мне стало очень интересно, какой же на вкус это пиво. Это пиво вроде бы делается, если я не ошибаюсь, из двух разных сортов Lambic. Из молодого сорта Lambic и как-то типа выдержанного немножко. И выдерживается потом в длинных бочках на протяжении 12 месяцев. Ну а теперь давайте откроем, попробуем на пиво. Что это? Этот Lambic. Если я не ошибаюсь, тут пробка чуть-чуть, немножко больше, чем пивная. Она, по-моему, немножко, она немножко больше, чем пивная. На пробке также нарисован логотип пивоварни Lindemans. И вот образование этой пивоварни 1822. Но это еще не все. Пиво закрывает еще не только пробка металлическая, но и пробка пробковая. Давайте мы его откроем. И теперь мы шуфтопором. Вот так вот. На пробке также логотип пива Milen de Mans. Пахнет она сладким белым вином. Давайте уже поскорее приступим к дегустации этого пива. Мне уже не терпится. Пиво так выглядит очень привлекательно. Немножко такого медного, янтарного, коричневого, мутноватого такого цвета. С очень низкой карбонизацией и отсутствием отбильной пены. Но для ламбиков я читал, что это как бы нормально. Отсутствие пены и такое быстрое исчезание, неплотность. Это как бы типа считается нормально для таких сортов пива. Давайте понюхаем это пиво. Если честно, нос очень сильно отдает такой запах пробки. Я понюхал пробку и сейчас нюхаю пиво. И вот у меня сейчас пиво пахнет пробкой. Такой немножко сыроватый, кислый, даже такой прокисший немножко аромат. Такого чего-то скисшего. Как подкисшее немножко вино бродящее. Возможно, этому пиву нужно немножко подышать. Пахнет пиво немножко такой сладкой карамелью. И опять же, очень-очень похоже на обычное шампанское. Какое-то белое, эгоистое вино. Что-то есть такое пивное. Или может я себе что-то накручиваю. Нет, скорее всего, есть что-то такое пивное. Но все равно, как если я не знал, что это пиво, я бы сказал, что это какое-то шампанское. Очень такой интересный вкусный аромат. Давайте попробуем его. Вкус очень приятный. Он такой очень-очень питкий. Он такой сладенький. На язык прилипает немножко карбонизация, но не сильно так сбалансировано. Нежно, так приятно. Чувствуется какое-то такое то ли виноград, то ли яблочко. Скорее всего, такой виноградный, виноградный такой сладенький сок. Не знаю, пиво очень-очень приятно пьется. Это прям такой, я бы сказал, нектар. Очень такой приятный нектар. Очень хорошо сбалансированы все вкусы. Он достаточно сладкий такой, но не приторный. Эту приторность как бы гасит немного кисловатость. И в итоге оно получается такой немножко кисло-сладкий вкус. И блин очень-очень приятно и очень хорошо заходит. После вкусе на остатке где-то очень там глубоко ощущается такая легкая-легкая слабая горчинка. Ее можно практически даже и не заметить. Если вы это пиво будете пить с какой-то закуской, вы его, наверное, вряд ли и заметите. Горечь это немножко присутствует. Как прям такой нектар. Очень-очень вкусный, сладенький такой пивной нектар. Для меня это второй ламбик. Для меня, блин, это второе, опять же, открытие. Это очень вкусно, очень приятно. Но опять же, пиво на любителя. И это пиво, мне кажется, больше относится к женскому напитку, чем к мужскому. Так как это пиво очень похоже на вино, и заедать или закусывать его нужно, конечно же, теми же закусками, что и заедают как бы белое вино. Это что-то вроде курицы, белого мяса, устрицы, рыба, легкая свинина, ну какой-то может быть салатик. Совсем забыл сказать о крепости и о цене этого пива. Крепость этого пива 4,5. Но когда вы его пьете, вы не ощущаете вообще никакой крепости, никакого алкоголя. И это, оно даже пьется, оно не даже, оно пьется легче, чем шампанское. Потому что шампанское все-таки имеет немножко больше градусов. Но это такое чисто легкое-легкое шампанское, с немножко привкусом пива. Стоимость его я считаю, в общем, даже хорошая. Эту бутылочку я купил в районе 2 евро. Он евро 95 или евро 96. И объем этой бутылочки не совсем традиционный. У нее объем бутылочки 370 миллилитров. За 370 миллилитров такого очень вкусного, качественного пива я не жалею отдать 2 евро. Это очень вкусно и очень-очень круто. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился этот обзор, подписываемся, ставим лайк, имя хорошее пиво. Не забываем нажимать на колокольчик. Увидимся в следующих выпусках. Пока.